Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас был электрик и он там штробил в спальне. Это у нас вчера штробили канал для сплит-системы. Там прокладывали. Я его снимала в прошлом видео. Сейчас я это видео, можно сказать, продолжаю. Сегодня был электрик и он там уже провода покидал. Я вам сейчас покажу. Но тоже штробил и тоже там сейчас куча пылюки. Я сейчас собираюсь помыть полы. Я вам сейчас покажу. Мы уже с дочкой, так как вчера все-таки немножко пыли так осело, ну и мы думали, что он еще будет здесь штробить в коридоре. Ну в коридоре там только два отверстия пока сделал. В общем, коридором он пока не занимался. Но так как я боялась, что будет лететь пыль в коридор, и мы уже оттуда забрали вешалку сюда на кухню. В общем, коридор тоже освободили от всех вещей, чтобы там только одну вешалку оставили, но ее закрыли пленкой и все. Вот. Ну давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит здесь вообще. Вот так сейчас выглядит кухня. Я сегодня целый день просидела на кресле. Дочка с Деней на диване. Деня то залазил на кресло, то туда, то сюда. В общем, Деня тут у нас на полянке это игрался. Все. Но пыль сюда не летела. Я сегодня на дверь повесила уже побольше. То у нас плед висел, и он чуть-чуть вот до конца, до пола не хватал. Немножко задувало по низу. А сейчас я повесила уже такой вот длинный, как пододеяльник, чтобы он был до самого пола. И мокрую тряпку постелила. Для того, чтобы... Ну не тряпку, в общем, это просто взяла, намочила, постелила. Для того, чтобы пыль не залетала сюда, чтобы как можно меньше попала сюда пыли, чтобы мы, в общем, не дышали этой пылью. Но сегодня очень все было хорошо. Ну вот, собственно говоря, здесь в коридоре пыли нет. Единственное, вот чуть-чуть это уже натоптал сам электрик. Вот дорожку протоптал, можно сказать. А тут везде вот пыли практически нет. Но я здесь сейчас все равно по-любому полы промою, все. Вот. Ну а здесь пыли, конечно, на полу, в общем-то, так нормально. Да, есть такой слой. Но хорошо, что вот линолеум, а не ламинат. Ламинат бы сейчас боялся воды, но как-то было бы посложнее. Но ламинат бы, наверное, уже истелить нужно было бы в последнюю очередь. А линолеум хорошо, сейчас прям мокрый, тряпкой раз-раз, несколько раз водичку поменять, и все будет здорово. Так, электрик оставил свою вещь, он завтра придет, еще что-то будет доделать. Доделывать. Что он сегодня сделал? Это выключатель. Он у нас будет уже в другом месте. Мы всю проводку меняем, то есть старая проводка не годится. Но она еще работает, поэтому он рядом прокладывает новую проводку и делает это параллельно. Вот на потолке провода идут. Вот, в общем, провода все пропускают через потолок, а дом, который сдавался, провода, они все шли вниз под полом, то есть здесь стяжка на полу, и все провода, которые были, они все шли вниз, а сейчас они у нас идут вверх. Вот, ну, мы перемещаем розетки так, как удобно дочке. Она уже знает, где примерно собирается ставить. Под потолком идет там тоже интернет, вернее там, а интернет и антенна. То есть один провод на интернет, другую на антенну телевизионную. Вот, здесь решили побольше сделать, потому что здесь возможно будет как бы рабочее место, поэтому решили побольше сделать там розетки. Там еще будет что-то выход на интернет, по-моему. Вот, и розетки дочка решила немножечко приподнять повыше от пола. Ну, и здесь будет висеть телевизор, здесь будет вход, антенна будет, розетки две, кажется так. Ну, в общем, такая вот сейчас картина. В принципе, моя задача сейчас помыть полы. Я дочке сказала, возьми ребенка, пойдите в спальню. В общем, займи ему чем-то, мультики посмотрите, чем угодно. Главное, чтобы он тут мне не мешал и не разносил по всей квартире вот эту всю пылюку. Я сейчас быстренько-быстренько все это помою. Ну, и все, в общем-то. Я сразу уже постелила перед его приходом, сразу на пороге постелила мокрую тряпку, чтобы из-под двери то, что дует пыль, чтобы она не летела сюда, в коридор. Ну, в общем, как можно меньше, чтобы было пыли. Ну, и, в общем-то, в принципе, немного. Я думаю, мыть это будет сейчас несложно, и это будет быстро и без проблем. Ну, вот и все. Чистота, порядок. Полики помыла быстренько. Все чистенько здесь. Вот тут тоже все уже убрала. И сейчас на кухне еще вещички пораскидаю чуть-чуть. И там тирану. Ну, там полы не грязные. Там просто немножечко, немножечко бардак. Просто вещи надо рассылать. Много лишнего мешает. Ну, ладно, распределимся. Всем привет! Сегодня 25 марта. Сегодня у меня день рождения. Ну, честно говоря, вот в связи с этими карантинами всякими, этот день такой же, как и все остальные, и ничем не отличается. Вообще, в начале марта мы еще думали, что мы немножечко отметим день рождения, позовем родственников, посидим. Но получается так, что, так как эпидемия, да, в общем, никого мы звать не будем. Пообщались по телефону, по скайпу. В общем, поздравили меня. И сестра, и племянница, сын, в общем, родственники ближние. Все поздравили меня. СМС-ками тоже там попоздравляли. В общем, все нормально. Поздравления приняты. Вот. Ну, и все. У нас сегодня электрик работает второй день. Сейчас он пришел, он уже там будет провода эти замазывать, закреплять или что-то там делать. Потом он должен подсоединить, отсоединить старую проводку, обрезать ее, и подсоединить к новой проводке. Ну, насколько я поняла, что сегодня вот уже такие будут работы не пыльные. Уже пылить не будут, поэтому там намывать сильно не надо будет. Ну, в общем, сегодня я ничего, лично я сегодня ничего не планирую. Для меня это такой же день, как и все остальные. В общем, сидим дома, кушаем, прибираем. Ну, то же самое, все, что и всегда. Дочка еще выскочила в магазин сейчас для того, чтобы там прикупить, там что-то еще к этим розеткам нужно, алебастру, там какую-то штукатурку, замазку какую-то. В общем, вышла вот докупить, что нужно для этих работ. И вот скоро она вернется домой. И, в общем, что будет дальше, я не знаю. В общем, я ничего не планирую. Посмотрим, что будет дальше. Что мы сегодня придумаем, может быть, что-нибудь, а может и нет. Бабушка, дари святые бабушки. Хэппи бёздэй. Бабуля, дари святые. Держи крепко. Держи крепко. Давай. Так, давай, держи вот так. Вот. Давай. Хэппи бёздэй ту ю. Хэппи бёздэй Хэппи бёздэй ту ю. Пой. Хэппи бёздэй, дорогая бабуля. Бабушка, с днем рождения. Катя. 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 Катя, дорогой. Спасибо. Так, ну-ка, не тыкать. Ну-ка, не тыкать. Спасибо. Ой, цветулечки. Спасибо, Доча, дорогая. Чем ты. Катя. Вот теперь, можно сказать, жизнь удалась. Да, вечером будешь загадывать желания. Будем праздновать теперь с тортиком. Ю-ху. Ю-ху. О, какой букетик красивый. Поставила в вазочку. Буду любоваться теперь. Я рада. Смотри, еще что я тебя купила. Что еще ты купила? Я все думала, повода нет, так клубнички купить. Ух ты. Вот. Ну, все. Вот это праздник удался. Крупная какая. Крупная. Иванская. Праздник удался. Еще заехала в селедки, взяла вот той самой вкусной. В том месте. О, здорово. Мне очень понравилось. Слушай, а я картошку пожарила и мясо размораживаю. Тогда мясо, ну я мясо на завтра сделаю. Да? Давай селедка кайфовая, да? Ну, да, давай. Такая прям ель, прям вот на натур продукта. Ну, видишь, я захотела жареной сегодня картошки боюсь. Класс. Я вот так держу, что ли. Да, ну, класс. Сегодня читмил, как говорится. Сегодня, да. Ну, все. Давай тогда я сейчас доделаю картошку и все будем кушать. Та-дам. Конечно же, в этот момент кто-то звонит срочно. В образе от нас, да? Хэппи. Хэппи бёздэй. Хэппи бёздэй тюююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю желание загадала до сила и так раз два дуем дуем не приготовить не надо она уже готова сейчас тебе прям положим ну ка попробуй вкусно давай в ротик вкусно некогда скажи ответить да ой как вкусно до ложками загребает но есть один плюс конечно я взяла маленький специально чтобы мы не поправили сильно это он большой какой-то три зато найдите сколько нам его тут есть целую вечность я так чувствую он обалденный мне такое предчувствие что очень вкус он со сливочным кремом там весь короче да кокетка называется покупали в мадам без и вот такая вкусняшка у меня на десерт это можно сказать на ужин это фруктовый салатик тут у нас клубничка бананчик сметанка с сахаром ой как я щас это кушать с удовольствием такая вкуснотища я уже не могу я уже в предвкушении все буду есть сейчас я собираюсь мультиварки сварить молочную рисовую кассу кашу в общем пропорция обычно стакан риса на 4 стакана молока но это нужно мерной кружечкой номерный стаканчик у меня я не знаю где-то в коробках лежит поэтому я делаю стакан не полный вот где-то палец от конца да и на литр молока все это буду делать в общем понадобится рис молоко сахар соль по вкусу и немножко сливочное масло нужно чтобы смазать чашу мультиварки рис надо промыть я чашу смазала сливочным маслом чаша пока еще холодная она нормально смазывается но это нужно сделать для того чтобы рис не пригорал рис я уже помыла и в общем сбрасываю я его туда в чашу соль сахар я положила по вкусу но я сахара положила две чайные ложечки я чтоб не сильно сладкий был так послащенный если что потом можно будет добавить сахар уже в тарелку индивидуально и все я выливаю сюда молоко полностью все молоко выливаю теперь мы это перемешаем все ложечкой и все я закрываю крышку ставлю режим каша 40 минут когда режим закончится нужно будет еще на режиме подогрев еще пять минут подержать мы потом посмотрим что получится всем доброе утро мои хорошие я уже с утра давай кашу варить молочную но и я сейчас уже включила кашу она варится я вам всем хочу сказать большое спасибо за поздравление я все поздравления все комментарии прочитала и в инстаграме и на ю тубе и всем большое спасибо мне очень приятно вы мне подняли настроение вот знаете как хорошо все-таки дарить добро людям да вот ну а у нас уже наступил новый день доброе утро в общем варим кашу и и все день как день день как следующий день день рождения прошел так ну каша уже готова открывая крышку сейчас смотрю что у меня там получилось посмотрим ваша не подгорела она такая жиденькая в принципе я такую люблю она еще настоится и загустеет сейчас я положу тарелочку и попробую что вышла бабушка приготовила рисовую кашу молочную денечку мы пытаемся его заставить рис вроде бы нормально дойдет рисовая каша чё на вкусненько легкая рисовая молочная рисовую гречневую так не баловаться ложечку дыни ложечку маме да ну в общем вот так вот мы рисовую кашу нехотя но едим да ну вот я еще раз помыла полики везде за углов все вытаскивала ну так розеточки нам поделали замазали мы еще будем там замазывать закрашивать это вот пока так сделали еще интернет не подсоединили но здесь интернет будет здесь вот для телевизора антенна будет розетки вот ну и тут еще надо будет замазывать вот это вот то что осталось замазать и потом уже можно будет делать потолок вот ну в общем по крайней мере сейчас уже я помыла полики везде там из-за углов все пропылесосила теперь вот как только появится время будем замазывать не знаю дочка сама будет замазывать но я и может быть помогу просто надо с дыней еще разобраться потому что он везде лезет чтобы он не мешал и не раз не развозил алебастру тут по всей комнате может быть будем делать это как-то по очереди или не знаю вечера ну ладно посмотрим ну что мои хорошие я хочу на этом видео сейчас вот это закончить для того чтобы скорее его смонтировать и чтобы вы его скорее увидели а вечером наверное если я начну сегодня делать йогурт на ночь хочу поставить йогурт мультиварки то тогда я начну уже следующее видео йогурт вы уже увидите следующих видео ну а кому моё видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока а